Добро пожаловать в экспедицию в Рим. Что ж, расспросим Секру, что она нам скажет. Как я понимаю, она беременна от этого Абадона или Аддона, или как там его. Как благородно с твоей стороны, римляне. Твой народ без устали твердит о добродетели, но от чего-то вы не считаете ниже своего достоинства похитить женщину с ребенком под сердцем. Впрочем, полагаю, ваши женщины совершенно не похожи на наших. Ведь я скорее умру, чем выдам место укрытия моего мужа. Так, какие варианты есть? У меня нет ни малейшей причины убивать тебя, Секру, и от тебя мне ничего не нужно. Но если ваши мужчины очень похожи на наших, одного твоего присутствия здесь достаточно, чтобы выманить Удода из той дыры, в которой он прячется. Я приношу извинения за все неудобства, что мы доставили. К сожалению, ваш муж не оставил нам иного выбора. Если честно, я надеялся, что ты поможешь нам переубедить его. Тебе ли зачитывать мне нотации о добродетели? Быть может, стоит взять и прирезать тебя на месте? Так. Ну давай, я приношу извинения за все неудобства, что мы доставили. К сожалению, ваш муж не оставил нам иного выбора. Если честно, я надеялся, что ты поможешь нам переубедить его. И зачем мне это делать? Чтобы избежать лишнего кровопролития. Я римский легат. Думаю, ты понимаешь, что это значит. Как считаешь, Изил сможет выстоять против мощи наших легионов? Нет. Нет, не сможет. В таком случае, помоги нам переубедить его. Ради блага твоего народа. В тот вечер. И что-то там значок такой римский у меня был особый. Странно. Римлянин, ты звал меня. Вот я и явился. Но прошу тебя, если ты так этого жаждешь, убей меня. Но не тронь мою жену. Ее это никак не касается. Да ладно, вот так вот просто с ним договорились? Хм. И квест по-новому называется. Заставьте Удода предать союзников, когда вы нападете на Авгелова. Как же много у вас общего. Нет, я не хочу убивать тебя, Удод. Ни тебя, ни твою жену живыми, вы мне больше пригодитесь. Так чего ты хочешь? Хочу, чтобы в этой войне ты оказался на стороне победителей. Но я уже на ней. Сейчас, да, но прежде, определенно нет. Расскажи мне, какими средствами защиты располагает Изил? Помоги, одолейте его, и я поделюсь с тобой добычей. Быть посему. Я принимаю твое предложение, а выбора у меня все равно нет. Что до Изила? У него недостаточно воинов для защиты всех подступов к Авгеля. Любовь моя. Нет, все должно быть так. Тихо, женщина, мужчины разговаривают. Подождать, пока Удод продолжит. Я прикажу своему племени тотчас же покинуть Авгелу, но у Изила еще много союзников, и он созвал их всех. По пути к нему им придется пересечь овраг. Через овраг проложен мост. Я покажу вам один проход, который приведет небольшую группу воинов прямо к нему. Уничтожьте мост, и сможете захватить Авгелу без лишнего кровопролития. Легат, с твоего позволения я немедленно примусь за подготовку. Предполагаю встретиться с Примипелом неподалеку от Авгелы, когда тебе будет удобно. Чтобы предотвратить возможные потери, нам нужно действовать решительно и внезапно. Когда мы закончим, эти люди должны встать на нашу сторону. Либо мы раздавим Изила и его воинов, словно насекомые, коими они являются. Ну, конечно. Ладно, давайте, чтобы предотвратить возможные потери. Зачем нам бок о бок биться с теми, кого мы же и одолеем в сражении? Уж если нам под силу совладать с ними, то и нашим врагам тоже. Много опыта. Нормально. Фракция присоединилась к вам в качестве союзника. Какой-то розовый значок. Ну что, с этими, со скрабей мы уже побегали. Давайте теперь с розовыми побегаем. Значками. А вот цвета, ну, эти похожи. Давайте, давайте черные такие, темные, готические цвета примерим. Трофеев у меня как много. Грифон. Зенобия. А, нет, это было просмотры. Так. Так. Ну, давай вот это вот распушить перья. Распушили перья. У меня не так много, кстати, на смешек. Так что, возможно, стоит ее вкачать. Не совсем понимаю, что, значит, персонаж прекратит бесконечное передвижение. Ну, давайте посмотрим, как это будет работать. Интересно. Универсал, вот, да, то есть, когда ты атакуешь рукопашную, а потом ты атакуешь стрелком оружием, то есть, следующая атака плюс 50% урона. Вот. Мне интересно, а это будет стакаться с мощным пинком? То есть, например, ко мне кто-то подбежал к лукарю и не дает стрелять нормально, потому что, значит, он атаку по возможности по мне проведет. То есть, я его оттолкнул пинком. Это считается за рукопашную атаку, чтобы потом универсал сработал или нет? Или это нужно именно оружие менять на оружие ближнего боя? Ладно, давайте я все-таки мощный пинок, наверное, прокачаю, потому что довольно часто, как показывает практика, кто-то подбегает вплотную к лукарю и мешает прям. Так, обсудите Асаду Авгелы, ну-ка. А вы, Легат, царица Клеопатра уже прибыла. Ее личный состав ожидает, что мы присоедимся к Асаде. Как все идет? Аквелин и Насса работают за сооружением укреплений, но лучше бы тебе самому их проверить. Царица хочет лично принять участие в бою. Уверена, она просто хочет, чтобы ее увидели на поле боя, чтобы она могла разделить с нами славу и присвоить себе нашу победу. Это ничем не отличается от того, как любой римский сенатор отправляет своего сына служить военным трибуном, если ты простишь за сравнение. Доложить царице, что я выступаю. Клеопатре придется немножко подождать. Уверен, Легат, что она будет в восторге. Боевой дух, отлично, численность, практически полная сила. О, отличный мужской чисто рисунок. Кстати, как у меня теперь, Легионер, это готиченька, смотри-ка, во всем черном. Я не понимаю, а почему осада-то уже, мы же не захватили все, как в той части, или тут, типа, раньше осады не нужно все захватывать. В общем, может быть, тут после этой осады только разблокируется возможность захватывать другие поселения, вполне вероятно. Потому что вот до сих пор возможности такой нету. Наверное, да. Может быть, там ее брат отступит, или типа того, и остальную часть Египта нам придется захватывать, не знаю. В общем, я, наверное, схожу вот в этот город, все-таки скуплю, там еще лезвия, помните, я не скупил, хотя их не использую, но теоретически, если с ними такая же ситуация, мало ли потом они нужны будут, знаете, как я пожалею, что я не скупил, как с джавелинами в этом. Так что все надо скупить. Вот, заодно там у меня пока кольда поправится. Легат, стены нашего лагеря не в лучшем состоянии, можем серьезно усилить их с помощью имеющихся ресурсов. Да, подожди. Торговый пост. Вы проходите через небольшой торговый пост, представляющий собой скопление палаток вокруг колодца. Здесь путешественники и купцы встречаются для обмена товарами и слухами. Остановившись, чтобы дать отдых лошадям, вы и ваши спутники прогуливайтесь по небольшому лагерю, пытайтесь найти какую-нибудь любопытную информацию. Сегодня до вас дошла интересная информация. Несколько римских солдат покинули свои посты и теперь прячутся в деревне недалеко отсюда. Судя по полученному описанию, это солдаты из легиоприма Италика, оставшиеся после убийства проконсула. Ну, либо они заслужили свою отставку, пусть жутко пожелают, разыщем и посмотрим, что они скажут. Ну, давай разыщем, вдруг у них какие-то проблемы, им помочь можно. Я же их не заставляю вступать. Упомянутая деревня находится менее чем в часе от езды и от торгового поста. Сразу по прибытии вы обнаруживаете в небольшом поселении анклав легионеров, целую центурию римлян. Вы приказываете всем бывшим легионерам собраться у деревни для осмотра, и они нехотя подчиняются. Наказание за дезертирство, децимация. Каждый десятый из вас будет казнен, лишь тогда вы вновь сможете вернуться на службу Риму. Ваш командир был убит, вы остались без командования. Вступите в легионы, помогите нам отомстить за смерть проконсула и будете прощены. В рядах легионеров слышен ропот. Очевидно, некоторые из них свыклились с мыслью о мирной жизни на этих землях, но большинство жаждет отомстить Лукулу и вернуться в Рим. В конце концов, именно большинство одерживает верх. Потерянная центурия строится и отправляется в легию Виктрикс. Ооо, боевой опыт еще получил. Правда, дух минус 20. Опыт этих солдат будет полезен, однако моральный дух легиона может пострадать, когда выяснится, что эти люди не понесли никакого наказания за дезертирство. Так они и не дезертировали, они это самое, командира убили. Че, в чем проблема-то? Ну ладно, осада так осада, Клеопатра. Доложи, царицы, что я выступаю. Как пожелаешь, нет смысла откладывать. Как только Авгела будет захвачен, у нас появится множество новых задач, поскольку мы готовимся к походу на Египет. Я был рожден для этой битвы. Так, я всех на всякий случай со всех заданий снимаю, потому что вдруг мне кого-то не хватит. А, ну понятно, вот Авгела. Цитадель Авгела, важное военное укрепление Берберов. Много лет она находилась под контролем Изела и его союзников. Ну, вроде бы здесь только основной состав. Все готово к нападению. Дайте команду, и легион победоносный возьмет Ау-Джило. Наконец-то, не знаю, почему вы так долго ждали. Так, мы стремимся достичь невозможного. Разумеется, потребуется время. Сколько уверенности. Пора показать, чего стоит твое слово. Поглядим, можешь ли ты вести два легиона, как твои консулы. При всем уважении, здесь не о чем беспокоиться. Ау-Джило выглядит грозно, но все же она далека от неприступной крепости. Если Ау-Джило трудно защитить, почему племя Изела решило в ней окопаться? Я опроверг то, что она неприступна, но она вовсе не беззащитна. Цитадель встроена в живую скалу, отчего подобраться к ней непросто. Мы можем построить осадные укрепления и выкурить их оттуда. Можем, но это займет много времени. А ведь нам скоро отправляться в Египет, верно? Помните их рынок? Тот, что на небесном дворе. Вряд ли у них нехватка припасов. Как выглядят их стены? Выстроены они просто, но надежно. Они используют все преимущества местности. Понадобятся осадные орудия. Вряд ли они устоят против лобовой атаки. Может и так, но точно вызовут подкрепление. Изелу отправил несколько гонцов, а нашим стражникам не удалось их задержать. Здешняя земля их родина, и это следует уважать. Полагаю, они будут целиться в наши катапульты. Вопрос в том, когда. Предлагаю отправить передовой отряд и пробить южные ворота, пока весь остальной легион атакует главное. Если южные ворота уязвимы, почему бы не отправить весь легион к ним? Местность там очень непростая, много узких проходов, а земля не ровная, а мы не сумели бы ударить со всей силы. Нужно обеспечить защиту против их подкреплений. Наверняка в тех скалах есть несколько потайных проходов. Их подкрепление может прибыть очень быстро. Стоит ли ждать сложности после того, как мы пробьем стены? Всегда стоит готовиться к неожиданностям. Однако, сдается мне, все будет просто. Бой на смерть. Их смерть, надеюсь. Что насчет двух мостов через овраг? Мы сможем их уничтожить? Самое смелое, но опасное решение. Если мы избавимся от мостов, то разделим после битвы на двое и уничтожим кратчайший путь для их подкреплений. Удат упоминал о проходе, который мы можем использовать. Для целой манипулы он узковат, но отряд разведчиков легко справится с мостами. Можем развернуть катапульты у южной городской стены, чтобы прикрыть тот фланг. Рядом есть холм, на который нетрудно подняться. Для победы нужны катапульты? Не обязательно, но огневая поддержка все упростит. Если врагов разметает здоровенными булыжниками, я буду только за. Я согласен с гладиатором. Безопасно ли подвозить катапульты так близко к городу? За нашими отрядами они в безопасности. Похоже, это важно. Нам пригодится еще один отряд для защиты катапульт. Разумно. Когда наши осадные орудия окажутся на месте, и мы уничтожим те два моста, думаю, мы с легкостью пробьемся в крепость. Мы точно знаем, что Изил там. Я видел его в городе, он выглядел настороженно, но вряд ли у него есть способ сбежать. Как ты... Знаешь что, забудь. В случае победы Носомоны нам покоряться? Все племена? Племя Изила, да. Изил влиятельный предводитель, и его поражение пошатнет всю иерархию власти. Мы с легкостью займем образовавшуюся пустоту. Когда Изила не станет, племена прислушаются ко мне. Нам придется добраться до Изила и убить его. Если разобраться с их подкреплением, ударный отряд легко пробьет городскую защиту. Особенно, если наши катапульты останутся в строю. До него нужно добраться, но едва ли он опасный противник. Изил стар и слаб. Как Синерас, хочешь сказать? Ммм, дело говоришь. Разберемся с этим быстро и умело. Мудрое решение. Это не наша битва, и не стоит напрасно проливать кровь. Как и всегда, вам предстоит определить отряды. Мы выступаем по вашему приказу. Если Ауджила падет перед мощью Рима, мы сумеем основать здесь новый легион. Я до сих пор сомневаюсь в этой затее, но лучше уж они будут сражаться на нашей стороне. Поговорим о том, кто чем займется. По-по-по-по-по. Ух ты, тут три отряда. Тут три целых отряда. Вот это да. Штурм. Прорвитесь в город и продержитесь, пока не будут сожжены мосты. Доберитесь до Тестадели и уничтожьте Изила. Это те, кто будут штурмовать. Это основной отряд. Разведчики. Доберитесь до главного моста и сожгите его факелами. Арьергард. Помешайте врагу уничтожить ваши КТ-пульты. Арьергард это, по идее, оборонительный. Значит, туда нужен стрелок. Не основной стрелок. Может быть, я ошибаюсь. Посмотрим. Стрелок точно сюда. Так, по поводу штурма. Все-таки это мы будем атаковать. Поэтому насчет стрелка я не уверен. Вдруг он нужен. Прорвитесь в город и продержитесь, пока не будут сожжены мосты. А может быть, тут, видите, сказано продержитесь. Факелами. Вот мост сжигать факелами. Мне кажется, тут... Так. Ладно, ну-ка, леда тоже сюда. Понятно. Так, я разведчика тогда вот сюда, да, возьму. Наверное, саппорта тоже в разведчике. Потому что там просто надо добежать и все. Я надеюсь. Одного тяжа все-таки я ему отдал этим разведчикам. Так, на дефе у меня будет три тяжа стоять. Ну и все. А все остальные вот сюда на атаку. Вот вроде бы всех так распределил. Не знаю. Тут у меня вообще без стрелков, который мост поджигает. Но надеюсь, я об этом не пожалею. Фух. Фух. Погнали. Прошлый штурм это был просто ад. И тут там было два отряда всего. Здесь три. Неужели они тут меня вообще хотят? Будь я другим... С другим отрядом, они уже давным-давно добрались бы до места. Мы войдем в город и захватим южный район. Мосты наверняка успеют загореться, покуда не добрались вражеские подкрепления. Что-то их тут многовато. Ну хотя бы у меня подкрепление быстрее прибыть. Сожгите мосты до прибытия вражеских подкреплений. Осталось раундов шесть. Оставайтесь живых при нападении до тех пор, пока мосты не будут сожжены разведчиками. Что-то я немножко не понял. Так я же штурмовой отряд. Какого фига я мосты сжигаю? Там разведчики должны были мосты сжигать. Или тут как раз сразу управление будет... А-а-а, вон, вон, да, я прав. Вон, короче, вон второй отряд, понятно. Здесь мы просто должны, видимо, оставаться в живых. Держаться просто должны. Вот здесь вот. Блин, тут и сверху, офигеть, сколько их. И лукарей много, короче, тут вообще битва не на жизнь, а на смерть. А зачем мне вообще, вот здесь вот, зачем мне вообще выходить куда-то? Если я могу, например, окопаться вот здесь или вот здесь. Я вообще могу вот сюда, вот наверх. Кстати, я бы, конечно, и вот сюда встал, но отсюда мы хрен до кого попадем, и они смогут нас подбегать постоянно достреливать. А отсюда я хотя бы отстреливаться тоже смогу. Правда, не знаю, вот, может, сюда щитовика поставить? Вот так вот, по-хитрому, чтобы мы как бы были защищены щитами по периметру. Ну, посмотрим, ладно. О, отлично, я хожу первым. Ну, тут просто задача продержаться. Наверное, я сейчас поберегу эти самые, не буду особо расходовать все пиломы и так далее, а то смысла особого нету. Наверное, тут нужно перехват использовать. Может, очень много этих придурков сейчас начнут двигаться. Блин, я просто не знаю, сколько мне держаться-то, как мне понять, сколько еще? Сколько мост? Как долго мост сжечь? Вот в чем проблема. Я так понимаю, их убивать бесполезно. И бежать к мосту мне тоже не нужно, вот этому отряду. То есть мне просто стоять. Ну и все, я буду просто стоять. Даже не буду пилом расходовать. Надеюсь, мы выстоим. Вот сейчас, кстати, не хватает этой способности, типа... Какой-нибудь способности, чтобы окопаться и все, до потери пульса. Может, насмешку использовать. Да, давайте, наверное, спровоцируем вражин. Пусть он бежит и его заодно эти все поатакуют. Давай, давай, на меня что-то. Отлично. И также вот этого вот насмешку использую, чтобы они менее эффективно моих атаковали. Интересно, а испуг я могу на такой дистанции использовать? Не похоже. На всякий случай, наверное, логистику стоит моим дать прокасты. И заодно союзникам тоже дал. Ну все. Посмотрим. Скорее всего, конечно, переигрывать придется. Это максимальная сложность, ребята. О, ход катапульт. Это интересно. Надеюсь, мои сюда далеко слишком не полезут. Вот здесь вот надо поджечь. Падлом. А то они меня задолбают отсюда отстреливать. Обязательно вот здесь вот надо поджечь. Тут мои-то, я надеюсь, не пойдут в атаку, опять же. Давай, вот здесь вот, наверное. Я просто... Блин. Знаете бы, кто следующим-то будет ходить? Мои союзники или кто? Откуда вражины побегут? Ну ладно, давайте вот сюда еще одним огненным зарядим. Вдруг они сейчас отступать начнут, падла. Они, скорее всего, начнут отступать. Может, вот здесь вот тоже выжечь им? Ну там вот катапульт тоже не бесконечные боеприпасы. Я бы их, конечно, поберег бы. Я могу просто поджечь тут все. И они ко мне не подойдут просто. И все. Все. Больше стрелять, наверное, не буду. Спровоцировал. О, ну это сразу трупак. Удерживайте позиции единым фронтом. Так, что-то их туда многовато. Правильно я сделал, что катапультами туда зарядил. Надеюсь, они как раз, по идее, как раз должны стрельнуть вовремя. Воу, ничего себе выстрел. 10 из 10. О, вот, я так и понял. Нас пока что не заметили. Прекрасно. Но когда придет их подкрепление, мы окажемся на виду. Вон тот большой маяк станет отличным ориентиром. Так, подожди. Два моста? Уничтожьте мостов. Раз уж два. Возьмите факел из большого костра. Хорошо, что у меня есть факелы с собой. Причем, блин. Факел это не у всех есть. Я так понимаю, здесь можно. Тут ничего не сказано про то, чтобы у меня все вот эти вот остались. Вот, так что тут главное добежать. Но судя по тому, что вот здесь вот вражин больше, туда еще... Ну, они все, конечно, сейчас сюда побегут. Так, у меня есть прокаст на бег. Вот очень не хватило, конечно, прокаста на бег. Но, очевидно, тут нужно уклонение использовать. Всем. Не знаю, нужно ли... Ну, давай, да, этот бонус дадим к урону. Ну, вообще, судя по всему, да, мне надо вот сюда бежать. И вот здесь вот мы уже разделимся. Какие-то подожгут этот мост, какие-то вот тут. Факелы от костра я не буду брать. Я от них независим, благодаря тому, что я прокачался. Вот этого вот мы, наверное, оставим на растерзание саппорта. Но, в принципе, и не страшно, потому что у него нету. Так, вот там нам придется самим бежать. Ой, вот здесь вот, конечно, пад... А, блин. Ну, тогда нужно вот этих вот остановить. Вот здесь вот. Куда бы мне кинуть? Я не знаю. Блин, почему нормально нельзя эти метнуть хрени? Чтобы своих не задамажить. Вот так вот, наверное. Хоть как-то их замедлит. Да, отсюда я еще не дотягиваюсь. Ну, ладно. Я надеюсь, тут одного вообще хватит для поджога. Мы узнаем на следующем ходу. Остальных всех сюда отправляем, наверное. Их тут перебьют здорово. Пока будут бежать. Я не знаю, мне поэкономить пилу? Наверное, поэкономить. На, саппорта можно пожертвовать. О, стопэ. Да хорош, сука. Ну, какие агрессивные. Ну, саппорта я осознанно им отдал. Да что ж так долго? Мост уже должен полыхать. Да ты что, мне еще несколько ходов там. Тут каляда может такую пробежку устроить, что вообще закачаешься. Ой, каляда. Блин, это гладиаторша, короче. Правда, она там окажется под ударом у того мудака. А, и еще под катапультами окажется. Но зато шибу я сразу нескольких. Я потом отступлю, наверное, просто. Ну, отлично. Так, теперь надо отступить. Ой, я из своего шиб. Прости. Из себя шиб. Ничего страшного. Так, мне бы как-то... У меня даже нету исцеления от этой фигни, от всякой. Ну-ка, атаку, если исцели... О! Он его подымает? Или нет? Нет, он все равно потом падает. Так, вот в этого бы еще два раза попасть. Но, конечно, как всегда, мы ни хрена не попадаем вообще ни разу. Так, ладно, у всех щиты есть, у всех все есть. Я пока так вот подстаю. Наверное, еще раз логистику применю. О, заодно вот это. Вот всем тут дебафы дадутся. Отлично. Можно было бы, кстати, мне, да, Снеросу еще дебаф вкачать. Вот для таких миссий. Союзникам они пригождаются. О, шикарно. Огонь. Вот видите, она тут как криво работает. То есть некоторые катапульты, они не достреливают откуда надо. Придется вот сюда вот еще. И, наверное, вот сюда. Все, больше стрелять не буду пока. А то слишком много получается. Могу там по своим попасть. Бесчеловечный монстр, они нас всех убили. Они там себя уже херачат уже в панику. Некоторые впали. Что они делают? Они приближаются. Прикольно. О, некоторые оббегают. Ах ты, ничего себе. Офигеть, они с тыла могут зайти, оказывается. Вот тут рокировочка. Так, отлично. Вернулись вот сюда, вот к нашим этим самым. Так, у меня же у ворот-то есть, правильно? Значит, есть шанс, что этот придурок по мне не попадет. Ну и что, мы жертвуем? Не, попал, зараза. Ну, это будет считаться за поджог-то? Давай только без приколов, плиз, ладно? Да, отлично, вроде бы. Вы еще кто такой враги? Бейте тревогу. Так, отлично, все, мост подожжен. Вот сюда по мне еще. Или куда? Они тут мешают мне. Я могу тут шибить этих придурков нескольких. Туда я не в том направлении уйду. Могу просто пнуть его. Лежать, падла. Да, вот этот вот хрен добежит. Тут столько сейчас этих придурков тоже его атаковать начнут. Я, конечно, попробую, но, скорее всего... Да, не дотягиваюсь. Ну, сейчас посмотрим. Да, они, конечно, все, этого сейчас... Если только не повезет, они сейчас этого вырубят. О, все. Блин, вот это вот самая тяжелая миссия, конечно, получается. Как же мне до сюда добежать? Подкрепление... Начинай переживать за наших. Что, если всех перебили? Так, подкрепление звали, подкрепление... А почему я катапульты туда не могу захерачить? В общем, да... Тяжко, тяжко. Ну, что, выстрел катапульт. И еще раз могу выстрелить, но... Слушай, а вот туда я не могу выстрелить катапультами, его нет. Ну, сейчас посмотрим. Я не знаю, вот, блин, я не хочу их расходовать, потому что вдруг мне потом понадобится... Мне, в принципе, больше ничего тут не нужно. Если что, придется в параллельную вселенную прыгать. Тут либо уже да, либо нет. Так, возвращаемся вот сюда. Ну, да, походу я тут не укладываюсь уже. Никак. Не знаю, разве что вот этот добежит, но у него уже факела нету. Вот в чем проблема. Хотя вот отсюда, наверное, можно факел взять, правильно? А, или нет. Ладно, может, вот этот вот, он просто на себя отвлечет. Часть вражин, как бы. А вот этот вот побежит дальше. Ой, я могу этого использовать способность, чтобы здесь пробежать. Тогда я таким образом избежал атаки. Но все равно я, блин, я двигаться не могу. Да, короче, не получилось мосты так сделать. Наверное, знаете, я все сделал правильно. Единственное, мне нужно заменить саппорта в отряде, который сжигает мосты, на Синероса. Потому что Синерос дает бонус к передвижению. А мне как раз взять саппорта, который дает бонус к этой, к атаке. Вот такое вот назначение получается. Посмотрим. Единственное, наверное, саппорта, короче, смещу вот сюда, чтобы вновь прибывающее подкрепление. Он вот сюда вот спрячется и будет всем просто бонусы давать и все. В остальном, в принципе, мне нравится моя позиция и все такое. Просто я его здесь поставил, чтобы он временно сейчас бонус вот такой вот всем тут дал. Вот, и все. А после этого он пускай уже вот сюда вот сбегает. Насмешку я единственное использую, но заменю этих. Людей поставлю их по водой, чтобы они вообще по себе удара даже не приняли. А, тут так, наверное, даже не получится. Ну, короче, вот так вот я сделаю как-то, надеюсь, мы не пожалеем. Способности вроде бы все-таки между раундами будут перезаряжаться, так что способности я могу, кажется, расходовать. Короче, очень круто, насмешка работает. Они даже добежали до остальных, но они остальных не атакуют, потому что они не могут дотянуться до тех, кто их спровоцировал. То есть мы не просто их еще провоцируем и атаки по возможности, оно и, если грамотно расставить, то они вообще не атакуют враги. Они, то есть, так, типа, выведены из психологического равновесия. Так, Синерас, конечно же, дает сразу логистику. Вот теперь надо очень хорошо подумать, кого куда херачить. Вот этого бы, может быть, конечно, я бы вообще отправил вот на этот мост. Вот, щитовика, потому что он не может так быстро бегать. Разведчиков я бы, наверное, отправил как раз вот сюда. Все вот это вот покорять, завоевывать. Ну, Синерас тут, в принципе, просто в качестве отвлекающего на себя, потому что у него факела нету в любом случае. Синерас вообще моментально вырубили. Ну, ладно, он свою задачу выполняет по отвлечению. Главное, чтобы вот эти вот не догнали. Насмешка на один ход уже прошла. Так, я тут небольшую рокировочку по себе удара приму, но ничего страшного. Чтобы уже на этот раз своего не сшибать. Вот так вот я пробегусь. Чтобы два их мудаков проучить. И вот уже после этого как раз я отступлю. Пусть и получив удар. Ничего страшного. Так, вот этого, может, придурка тоже забить удастся. Отлично. А совсем добить его не удастся. Тут саппортов у них нету, если то, в принципе, и хрен с ним. Нет, саппортов вроде нет, так что можно, ладно, отступить. О! Неплохо поджег. Даже не знаю, зарядить камнями по ним. Ладно, давай зарядим немножечко камнями. Совсем немножечко, совсем чуть-чуть. Они вот сюда вот могут побежать еще, да? Насколько я помню. Или нет? А, пока еще нет. Ладно, наверное, все туда. О! Вот теперь должно все сработать. Надеюсь. Так, легионер со щитом добежал сюда. Поджигает раз. А вот этот вот добежит вот сюда. Может быть, вот даже отсюда он сможет уже метнуть. Давай, работай! Есть! Гори! Вот так-то. Подкреплением больше не попасть в город. Отходим, пока нас не взяли числом. Основной части наших сил предстоит довести сражение до конца. Так. Их подкрепление не всякое. Смотри, мосты горят. Давай-ка разберемся с остатками вражеских сил. Подкрепление звали. Не волнуйтесь, мы вас прикроем. Шикарно. Так, я тут сейчас использую баф на силу своим. Отлично. Своего этого я, наверное, я не знаю, спрячу, что ли, вот сюда, а то его сейчас захерачат. О, сейчас есть шанс шамана этого добить у них. Он реально исцеляет. Отлично. Еще одного продурка добил. О, с возвышенности. Ну-ка. Еще одного добил. Ладно, перехват, наверное, здесь использую. О! О, этими камешками. О! Вот это я люблю. Еще катапульты. Ну все, уже больше не буду расходовать катапульты. Надо проберечь. Они мне еще пригодятся. Я уже опыт имею. О! Э, 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 сука, побежал. Смотри, как мы его саппорта, чтобы вывести, падла. Помогите. Союзнички. Мочи его, союзнички. Быстрее мочи его. Опа. Опа. И давай, давай, воткни ему. О, это тоже добивает. Им уже даже тут заняться нечем. Только добивания остались. Вот так. Славное сражение. Это часть города наша. Пора перегруппироваться и передвигаться дальше к крепости. Но почему умолкли наши катапульты? Потому что теперь придется катапульты еще дефать. Но мы тут вообще никого не потеряли. Отлично. Никаких травм. Враг здесь. Оставьте позиции и защищайте катапульты. Так, защитите-ка можно больше катапульт. Все еще невредимо. 5 из 5. Так, надо, во-первых, сохраниться. Отразить нападение самого бета. На 15 больше, чтобы отдать остальным отступить. Че? Че-то они тут здоровенькие. Больно. Надо было лучников, что и сюда всех. Походу. А то я взял этих со щитами, блин. Че ж делать-то? Как можно больше катапульт. Ну да. Чем больше катапульт, тем мне потом проще будет, видимо. Даже хз. Че делать тут? А, сосуды с маслом. Уже картина вырисовывается. Так, ну, лукаря надо на самую высокую позицию. Соответственно, либо сюда. Так. Либо сюда. Либо сюда. Сейчас посмотрим. Ну, вот здесь вот эти придурки, они без щитов. Так, значит, лукарь будет вот туда использовать это. Ну. Короче, вы поняли. Короче, лукаря сюда, я думаю, наверное. И пусть лукарь возьмет как раз копий. А че у него разве копий нету, лол? Ладно, возьмет металку, возьмет сосуд с маслом. Вот здесь, получается, самая адовая тяжелая битва будет. Потому что здесь еще и сзади нападаю. Тут сзади вообще у меня почти защиты нету никакой. Слушай, а вот эти придурки, которые сзади, случайно сюда не пойдут? Потому что если они пойдут сюда, это будет... Ой, как нехорошо. Блин. Тогда вот... Тогда по-другому, конечно, надо. Тогда лучника вот сюда надо. Что-то боевой духу одного минус пять выдают. Я просто не знаю, как они будут действовать. Они начнут сразу рушить катапульты? Или там будет, например, возможность как-то это... Так, ладно, вот это, да. Вот здесь вот он кинет эти замедляющие хрени. Да. Попробуем. Ты посмотри, они сразу начинают херачить катапульты. И они ходят первыми. Что за дискриминация? Неужели у нас там разведчиков не было, которые бы мне дали... Офигеть. Они настолько крутые, что они еще и не только успеют... А так они уничтожили почти... Ё, охереть просто! То есть это по-любому уничтожает одну катапульту. Просто вообще без вариантов. Одну... То есть это даже ничего не сделаешь ты. По-любому они уничтожают одну катапульту. И вот что значит максимальный уровень сложности. Ну и на... Еще сейчас на этой как бы выжить. Так, сюда насмешку использовал. Так, вот этих вот двух продурков надо как минимум оглушить. Отлично. Так, лукарем очень аккуратно играть. Придется взять вот эту вот штучку. Метнуть вот эту штучку от этого придурка. И надо как-то этого придурка бы убить. Так вот это вот не так просто все. Если я хоть раз промажу... О, отлично. Не промазал. Ну сюда один только добежал. Они тут с ним должны справиться. Так, ну вроде бы все. Теперь посмотрим. К одним, наверное, я вот сюда вот встану. Чтобы поближе. А то мало ли они здесь побегут. О, какое-то сплочение. Он установил какой-то флаг, типа. Надо посмотреть потом, что этот бонус дает. Еще сплочение. Союзнички, давайте. Отрабатывайте, блин. Отлично. Ну, союзнички как бы отрабатывают. Ну так как бы. Убить, конечно, очень многих. Уже 12, то есть троих я только убил. 15 человек, это, конечно, да хрена. Ну, если я наверху удержусь. Ой, тут еще и подкрепление вражеское. Короче, их чем быстрее убьешь, тем лучше. О, хорошо, что они друг друга начали херачить. Это мне... Да, сука, не трогай мои катапульты. На хер я экономил катапульта, блин. Если их расхерачивали. Надеюсь, потом боеприпасы застакуются у катапульта. Либо просто без катапульта проходить. Падлы жгут еще все. Наш. Хардкор. Вообще капец просто. Они ходят и ходят. День нашего триумфа. Так, я тут могу нескольких этих придурков оглушить. Отлично, даже четверых. И я их оглушу. Лекарь. Лекарь решили спасти или что? Охренеть не пруха. Один хп у него остался. Не повезло. Ну, похоже, тут по-любому теряю одну катапульту. Я даже не знаю. А то и две. Так, одного я еще захерачил. Так, тут надо замедлить этих придурков. Дурков. Хотя бы вот так вот. Да, еще одну катапульту. А то и две мы теряем, к минимуму. Ну, посмотрим. Да, еще одну. Бросьте ее. Там уже ничего не починить. Остальным катапультам нужна помощь. Да, туда я и охрен теперь доберусь. А у них каждое подкрепление боевой дух плюс 10 дает. Охренеть. Вот этот вот, что я ничего не сделал, тут тоже непонятно. Ну и что, мне проверить, как работает удар ногой? Ну, такое. Ну, две катапульты, надеюсь, мы сохранили. Ну, все, три осталось. Но я не уверен, что мы три катапульты, конечно, сохраним, но... А, кстати, а где одна... А, вот одна катапульта, понял. Они еще падла поднимают друг друга. А, одного осталось вырубить. Но даже то, что он поднимает, это уже как бы все равно уже не в таком состоянии, типа, и это их дизмораль. Все, одного вырубить и все. Просто, чтобы, главное, сейчас заход они не уничтожили ни одной катапульты. Так, вроде вот должен добить. Все. Мы их разбили. Подготовим катапульты. Ударный отряд ждет продолжения обстрела. Отлично, три катапульты у меня. Ну, вы сами видели, то есть одну вообще нереально надо защитить. То есть так задумано по... Ну, на максимальной сложности. Римль не здесь, друзья, братья. Они стремятся разрушить нашу культуру и насадить среди нас свои порядки. Они помочатся на могилы ваших предков. Они разрушат наших идолов и воздвигнут статуи своим иноземным богам. Сражайтесь со мной. Защитим насамонов от чужестранцев-захватчиков. Может, ты бы не был против нас, если бы увидел римские бани и канализацию. Как по мне, вам лучше будет, если мы вас захватим. Ну, кстати, иногда, да, там всякие племена каннибалов, или хрен их знает. Убейте Изел. О, подкрепление союзников один. То есть у меня только будет... А может, тогда мне вообще нафиг не рыпаться? Просто пусть они подкреплением херачат их и все. Что тут мирного населения очень много? Не, вот реально, вот какой смысл мне рыпаться, я немножко не понимаю. Но тут такое уже бывало, что, возможно, потом они сделают, что начнут к ним подкрепление подходить. Так, и вот вопрос, через какую мне идти. Прорешено. Ну, тут очень много лукарей, можно, конечно, вот здесь вот пойти. Даже не знаю. Просто иначе они сзади тоже вот эти вот меня зарашат. Ну ладно, сейчас посмотрим. Ну что, готовы? Они убивают друг друга, бегите. Я тут ни при чем. Надо, придется вот здесь вот перехват использовать, а то ко мне в тыл зайдут. Ну и для всех союзников, конечно, тоже плюс 25 урона сразу раздам. Так, саппорт вот сюда вот, к углу дома кемперить. Так, ну что, куда бы нам тут метнуть что-нибудь такое, чтобы их застопорить? Наверное, вот отсюда побегут в основном негодники. Вот так вот, что ли, сюда? Ну давай. Ну все, ждем. А, вот катапульты. Да, видите, две пропало, у меня вот только вот несколько. Слушай, а что если по нему сразу херакнуть этой? Ну-ка. Ать. Он, скорее всего, отступит, поэтому я это тоже продугадаю. И вот такую вот сюда. И, скорее всего, он отступит. Так, блин. Вот сюда, что ли? Ну, блин, он там уже сместится тоже. Хрен его знает, куда стрелять лучше. Вот эти вот куда побегут? Куда, вот сюда или вот сюда? Ну, допустим, предположим, что вот сюда. Давай вот так вот сюда захерачим. О, внезапно. Смотри, смотри, как суетится. Но он встал там, где надо. Если я, понимаете, раз попаду, то его сразу могу вырубить. Даже чисто на удачу. Ой-ой-ой-ой-ой, понятно. Они решили моего этого раскоря вырубить. Так, это не он? Нет, он вон там вот. Но он стоит в зоне обстрела. Я должен... Есть шансы по нему попасть. О, Лукари отлично работает. Два их сзади. Все, забайтил. Зачем они мирных жителей убивают? О, меня свой отрегенил. Это классно. Делайте так чаще. Напросили избитого так. Подкрепы. Ой. Без тебя нокаутирован. Можешь отрегенить-то? Ой, испуг наложил на минус 10 сразу. Ополчение, оно при минус 10 что ли? Или просто это повезло мне в панику вступает? Так, еще боевой урок. А, у них тут лучник перекрыл это. Подходы. Ну-ка. Стрельнет. Не. Поразительно даже. Ну что, катапульты, давай, ну попади. Я тебя умоляю. Есть. Есть. Ах ты, сука, 9. Попал в него из катапульты. Прямое попадание. И он, у него 9 хп еще осталось. Что-то, да. Вот это, да. Даже не знаю, что теперь. Еще сюда. Надо закончить эту войну. Проклятую войну. Мы все потеряли что-то на этой безумной войне. Да, и спук подействовало как надо. Он своих начал бить. Правда, свои наступили на эти колышки. Но и сзади все-таки очень многие тоже обходят вражи на меня. Тут вроде подкрепы пришли. А, вон еще, да. Подкрепы. Причем там тяжи есть в подкрепах. Это круто. Так, мой ход. А, кстати, вот. Я же марафон могу использовать. Точно. Навык. Ну сказано, что перемещение будет бесконечное. Ну что-то не такое уж и бесконечное. Мне бы просто докуда-нибудь вот досюда добежать, чтобы метнуть чем-то у этого мудака. Я истинный правитель Носомонов. Падла ты. Ладно, уклонение используем. Посмотрим. Давай, попади. Опа! Блин, только лукаря, зараза, а? В него не попал. От двух атак уклонился. Мой этот уворот. Ой, шаман, падла, его отрегенил. Охереть, 29 кп у него. И он вышел из зоны обстрела. Ну да, и за счет вот этого, конечно, тяжкая битва. Ну давай, как это пуль-то. Ну, попал в мирного, но и не только в мирного. Тут же до него рукой подать осталось. Я, конечно, не хочу рисковать. Сейчас я таким картечью, так сказать, постреляю. Посмотрим. Ну-ка, впервые использую вернуть к жизни, оживить цель. То есть... Неплохо. Исцелить кого-нибудь могу. Меня бы кто исцелил. Так зачем я это сделал? Сам себе путь заблочил? Ну ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Главное вот это вот, падла, еще поджечь бы. Вот так вот. На тебя. Гори. Септер паратус. Достижение. Все, я тут дальше-дальше даже пройти не могу. Ну может быть воду разлить? Тут реально что-то это... Ну-ка. Как тут лучше? Вот так. Потушил. Давай, гатапуль-то. Блин. Мирным, конечно, достанется, а не в зоне обстрела. Но, блин. Не стоило вам приходить в землю Носомонов. Это тебе не стоило приходить в землю Носомонов. Так, вот это вот падла, я на него насмешку использую. Отлично, загрел, кажись. О, попал по нему еще. Блин, загрел? Ну, вот-вот, вообще. Короче, только я его загрел, он бы пробежал бы. По этим бы сдох. Но... Но не вышло, блин. Потому что я по нему попал. Общая жесть, конечно. Эта крепость стояла много поколений подряд, и сегодня она не пойдет. Общая жесть. Попал именно тогда, когда, блин, я его удачно загрел. Если бы он побежал, он бы и так сдох. Жесть. Овер-везение. Шутки шутками, а у меня все теперь разбегаются, блин. Они тут сейчас могут накосорезить. Еще слиться. Попади. Ну, попади ты уже, сука. О! Попал и урона не нанес. Это жесть. Из картечи не наносит урона. Вы его можете добить? Вон у вас сколько тут. Я уже не буду с катапуль стрелять, а то сейчас все тут сожгу нахрен. Охереть просто. А, ну вот, сейчас меня это сплочением, это вроде воткнули. Флаг. Он, видимо, дает как раз боевой дух. Давай, давай, добей его, добей его, я тебя умоляю. Есть, молодец. Вот союзнички. Да не того вы убьете, окончите битву, обезглавьте врага. Добейте этого гада. Вообще тут мог бы пройти без потерь, я говорю, именно вот... Ну-ка. Ой, а лучницы могу отсюда попасть. Ему не стоило идти против нас. Сгляни, остальные бросают оружие. За мертвеца сражаться нет толку. Правда же? Убейте и зила. Ну че, только одно критическое ранение. И кучу потратил эпиломов и всякого такого. Ну, по моим меркам, это отлично. И очень мало переигрываний было по сравнению с первой осадой. Но это... Мне кажется, это, короче, не окончательная битва за этот регион. Неплохая работа, легад. Лук и зила забрали с его мертвого тела и доставили мне в качестве подношения. Мне он ни к чему, так что можешь взять его себе. Теперь, когда старый глупец мертв, у тебя появился собственный легион. Впрочем, тебе стоило поторопиться. Требуется время и сноровка, чтобы установить порядок, ваше величество. Хаус же начинается сам по себе. Установи порядок или посей семена раздора. Решать тебе. Говорят, не слишком мудро испытывать терпение богиня. Вы получили обещанное, богиня наверняка способна это оценить. Мне был обещан Египет, и пока что я его не получила. Немножко она меня подбешивала до этого уже, со всей этой своей риторикой. Сейчас еще немножко, множко стало подбешивать. Если позволите вмешаться, похоже, вы спорите о мечтах и обещаниях. Однако они лишь мираж, пока Египет во власти Птолемея. Теперь же мы обрели достаточный сил, чтобы добиться желаемого. Возможно, пора показать нашу военную мощь. Послушай-ка старого раба. Он говорит дела. Обычно так и есть, но мой магистр. Высокомерие притягательна лишь тогда, когда уместно. Не просто предводителю признавать учителя, особенно когда тот раб. Думаешь, мы можем доверять этому новому легиону? В конце концов, они не римляне. Я не доверяю им, но у нас может мне казаться выбор от СЗО. Тогда будем осторожнее с ними. Клянусь Фемой, поменьше разговоров о римляне, побольше дела. Мы отправимся в путь, когда будем готовы. Сперва захватим для себя земли поудобнее, а затем посмотрим, как поступится к Александрии. И этот город крепкий орешек. Наконец-то. Достижение Кафага Делэнда Эст. Это все на латыни, поэтому я не знаю, как их правильно читать. Латынь. Преподает в основном в медицинских вузах, разве что. Ладно, посмотрим. Может где-то еще, конечно. Наверное, на переводческих где-нибудь. О, левел еще один, отлично. Ну, бонусы я вот беру себе, когда союзников выводят из строя. Надзор, по сути, это, короче, заменяешь перехват. А что дает эффект тактик? Ну, ладно. Причем радио 6 гекса, то есть это именно для ближников. Но надзор, ну, тоже может пригодиться, конечно. Ладно, пусть будет и надзор. О, наконец, больше урона целям с максимумом здоровья. Хотя, блин, ему бы выживаемость. Так что вот это вот надо бы скачать. Ну, чтоб уклонение дольше работало. А, наверное, чтобы еще универсальнее сделать, этому надо логистику все-таки прокачать. Хотя и смертельный удар тоже нужно. Блин, тут много всего нужно. Ладно. Боевой урок можно длительно эсерально продлить. На плюс один ход это может иногда очень быть решающим. Вот этим надо уклонение качать, они все-таки у ворота. Надо посмотреть, что там за лук мне дали. 8.11. Еще, блин, урон меньше. Охереть. Что за фигню мне дают? В общем, он уже второго уровня такой. Ну, точно, есть дополнительный колющий урон, минимальный базовый урон. Стрелы выпущены из этого лука, невозможно отразить. А, это уже другое. То есть он контрит щитовиков. Простой, типичный берберский лук, но его многочисленные церемониальные украшения указывают на то, что он являлся собственностью старейшины Изила, павшего от вашей руки. Благодарю спонсоров канала. Походу мне еще, наверное, слушайте, тяжко было из-за того, что у меня тут половина броня спала. Нормальная, куда-то. Какой-то квест я, наверное, выполнял, даже не заметил, ладно, фиксит им. Или она вот на этом именно квесте спала, ну ладно, неважно. У меня огромное количество раненых. А, Велигат, к вам прибыли два сенатора прямо из Рима. Они ожидают вас в вашей палатке. Ну да, вот у меня теперь 12 районов надо захватить. Нифига себе, то есть я меньше половины захватил. Знаете что, если вы заканчиваете ход, на кого не напав, наверное, этот шлем стоит давать, да, если есть такая возможность, Синеросу. Потому что у него как раз часто прокасты. И это будет то, что нужно. О, и Синеросу же уклонение средней доспехи, доспех предателя. И раз за раунд отклониться от первой дальнобольной атаки, например, надзор или перехват. Отлично. Эффект скрытности, капюшон этой дам. Калиде. Шлем египетский. Ну что, оставить меня такой вот? Ну что, ну как, блин, как не знаю, кто я выгляжу. Ну ладно, для разнообразия. Мне надо посмотреть этот лук, который сквозь щиты можно пробивать. Можно ли улучшить? Лук и зила, вот он. Блин, литейная нужна, ёшкин крыт. С другой стороны, вот исцелить персонажа невозможно. Ну это яд, который там накладывается, имею ввиду. Сейчас сейчас посмотрю, что у меня у другого лукаря. Ладно, пусть будет этот лук. А другому лукарю дам вот этот. Я всё возьму, короче, взял три штуки. То есть кровотечение, воспламенение и отравление. Готов по всему. Готов все дебафы накладывать на враженку. Так, ну чё там за сенатор или кто их? Надеюсь, они с хорошими новостями или с поддержкой. Гней Помпей, гней Помпей Великий. Легат, спасибо, что согласился встретиться с нами. Разумеется, сенатор. Чем могу быть обязан такой честью? Мы здесь, чтобы увидеть, как идёт твоя война. Не беспокойся. Официалы, как и ожидались, объявили «Беллум инстом эт пеом». Ваша война с Египтом законна. Хорошо, мы не можем оставить смерть консула безнаказанной. Мы все с этим согласны, поверь. Я даже не представляю, что за глупость могла толкнуть Беллумея на такое злодеяние. Твой лагерь устроен хорошо, это радует взор. Как не жаль, я вынужден снова принять командование. Чё, угораешь ли? Разве ты не командуешь по-прежнему легионами Испании? Они ещё существуют, по крайней мере, в документах, но их уже много лет не созывали на войну. Это хорошо для Рима. Я бы не был так уверен, но расскажи мне лучше о своём африканском легионе. Это вынужденная необходимость, я предпочёл бы взять больше римлян, но что имеем, то имеем. Тебе повезло, что у тебя есть хотя бы один легион, ведь ты всего лишь легат, даже не сенатор. Полагаешь, твой новый легион ровнее, легио Виктрикс? Может и нет, но скоро сравняются, мы об этом позаботимся. Будем надеяться, атаковать армию Египта одним римским и одним веком. Воспомогательным войском безрассудство. Мы победили Митридата ничуть не большим числом. А Сенат что же отправит нам ещё легионы? Он тебя подлавил, Помпей. Ты прав, Рим, конечно, не вышли к тебе дополнительные войска, ведь ты не консул, но под твоим началом и так численность консульской армии. Справляйся с тем, что имеешь. Справляйся с тем, что имеешь. Как бы ты ни было, приятно видеть, что у вас всё хорошо. Мы продолжим осмотр. Верно, у тебя, без сомнения, много забот ли, гад? Хорошего тебе дня. Ну-ну, продолжайте осмотр. Ого, чё, это баг, по-моему, 100%. Как это требуются шипы для того, чтобы пополнить эти шипы. И никаких шипов не хватит, чтобы пополнять шипы постоянно. Заявление о приёме на работу. Вы пробудились посреди ночи от непонятного чувства тревоги. Когда вы приподнимаетесь с постели, отголоски тревожного сна теряются в глубинах вашего сознания. Коляда уже сидит рядом, сжимая кинжал в руке. Она пристально смотрит на вход в платку, борясь со сном. Сквозь тьму вы видите, как изящные пальцы развязывают узелки, удерживающие створки платки. Затем внутрь проскальзывает фигура в плаща. Человек опускает капюшин и протягивает руки ладонями к вам. Жест мира. Кто бы ты ни был, у тебя должна быть веская причина, чтобы сюда врываться. Мужчина пытается общаться на латыни, но у него плохо получается, поэтому знакомство затягивается. Вы узнаете, что его зовут Иненни. Он служит в армии фараона, но является верным сторонником Клеопатры. Преданный Клеопатрии человек в армии фараона может быть полезен. Что ты предлагаешь? Иненни утверждает, что фараон жестоко обращается с его людьми, что его заставили служить и что он готов отдать жизнь за свою царицу. Говорит, что если битва падет под откос, вы должны подать ему сигнал, тогда он выступит против своих хозяев и сразит вражеского полководца. Сей поступок будет стоить тебе жизни. Иненни с трудом выражает свои чувства, но вы улавливаете суть его слов. Он отдаст жизнь за свою царицу, если потребуется. Будущий убийца благодарит его за уделенное время и покидает платку так же тихо, как и пришел. После такого трудно вновь заснуть, но рядом с вами Коляда, а в койке можно найти множество других занятий, помимо сна. Действительно. Ребят, вот предыдущая серия была как бы по часу, ну как обычно, и то на самом деле мне это стоило гигантских усилий. И, ну вот это вот тоже, на самом деле, я снимаю все равно, что вот когда серия была 3 часа там с лишним, что 2 часа, что сейчас все равно я снимаю весь день. Просто сейчас такой период в игре, что очень много гринда. Естественно, я его, ну что, я буду снимать, как я тут хожу туда-сюда. Вот, то есть я снимаю что-то новое или что-то интересное, или типа того, какие-то там умозаключения свои маразматические. Вот, а одно и то же гринд я не снимаю. Но сейчас его как бы много, как я уже сказал, поэтому иногда, короче, разные длительности получаются видосы, я даже сам не знаю, как бы какой они в очередной раз получатся больше, чем обычно, или даже может быть меньше. Маска лохогос, а нихе, ничего себе ничего выпало. Тяжелые лориках, нифига себе доспехи. Вот дают этот забой. Я захватил тут еще один регион. Шивоазис. К нам за помощь обратилась одна из крупных племен, признавших нашу власть. Они говорят, что их самого важного Старейшину похитили их враги. Чего они от нас хотят? Чтобы мы освободили Старейшину, конечно же. Мы знаем, где его прячут. Сейчас его переводят в другое место. Разведчики заметили отряд вооруженных, враждебно настроенных людей. Какое нам до этого дело? Если он им так нужен, пусть заплатят за него выкуп. Это великолепная возможность завоевать вечное расположение местного населения этого района. Если мы вернем их Старейшину в целости и сохранности, нам не нужно будет беспокоиться о каких-то либо мятежах, когда мы уйдем отсюда. Очень хорошо, я пошлю кого-нибудь. Пожалуйста, пошли того, кто осознает опасность в создавшейся ситуации. Старейшин нам нужен живым, иначе не именовать мятежа. Лагерь в пустыне. Кочевники основали маленькое поселение вокруг редкого источника воды в пустыне. Так, у меня чисто атакующий состав. Тяжий и один этот пикейщик. Римляне, мои люди прислали вас спасти нас. Пожалуйста, спасите моих воинов первыми. Они помогут вам в бою. Деревенский Старейшин говорит. А где их воины-то? А, вот они. А сколько их тут? Чё, тут вообще карту не видно. Нифига себе. Они меня тут решили усложнять, что ли? Воинов. Не обязательно освободите последователей Старейшин, чтобы они присоединились к битве на вашей стороне. А, нет. Лукарь у меня есть. Ну, неважно. Так. А, вот еще они где. Понятно. Так, ладно. Боевой рог. Ну-ка, ну попади. Ну, чё ж такое? Как они промазывают при 95% шансе попасть? Такая жесть. Кстати, прикол у лучника, короче, один пилом остался с той с осады, что ли? Офигеть. Ну-ка, лучника на себя заагрию. Это просто эксперимент. Я даже не знаю, чё будет. Так, ну-ка. Цезо. Цезо не может двигаться. Ну, ладно. Ну-ка, чё? Сражайтесь, сражайтесь за свободу ваших семей. Это настрой. Так, а там тоже кто-то есть? Ох ты, там сразу двое. Отлично. Ой, здесь еще. Офигеть. Тогда я и туда, и туда сейчас побегу. О, Лукарь как себя ведет. Интересно. Чё-то я не понял, чё Лукарь сделал. Он, короче, просто... А, они, короче, этих пленников убивают. Понятно. Они их убивать решили. Злыдня. О, освободил еще одного. Кауса Мортис. Ну, их тут, слушайте, миссия не такая уж и простая. Их тут, конечно, до хрена. О, а они старейшину решили вырубить, короче. Четыре хода осталось до того, как он погибнет от потери крови. А чё делать-то? У меня его даже поднять неким. На пролом к старейшине. Всё. Вроде бы... Не, немножко не получилось. Я просто попробую факелами поджигать этих мудаков. Ну, лучников, а всех... А в основном сосредоточится на сейве этого старосты. Он сюда вот кинул эти липучки. И вот сюда я подогнал лучника, чтобы перехват он задействовал. Плюс вот так вот. Я пораньше добежал. О, берсерки у меня тоже. Иногда очухиваются. Ну, чё, всё? Или сколько там ещё этих? Я тут ни при чём. Да, всё, я всех перебил. Барберское копьё, всякая фигня. О, там тайник, интересно, можно куда-то вниз. Сейчас это слезть. Там какой-то тайник. Ничего себе, они тут прыгают. Джа-2. Колющий урон не вновь на лицо. Ладно, нормально. Вроде бы. Один я пустынного воина. И во втором сундучке мы находим... Элегантные шорты. Посох шамана, длинный щит. Ну, иногда чё-то бывает у них такое интересное. По крайней мере, для разбора точно пригодится. Всё, сектор завоёван. Сектор приз на барабане. Шлем Принцепса. Нифигасе, на девятку выполнен. Это потому, что у меня там лут суперкрутой находился. А, чё ты думал, у меня ранения есть? Ранений нету. Дианира, зачем ты убиваешь так быстро? Выживший враг убьёт тебя позже. Надо убивать первый. Ты великая воительница. Если тебе нравятся убийства, то и зрителям они понравятся. Каким зрителям? Зрители есть всегда. Отсылочка к параллельной вселенной. К тому, что всё, что здесь происходит в игре, происходит где-то в мире по каким-то законам. А мы, как бы, с одной стороны управляем чем-то. А может быть, это всё иллюзиями и ничем не управляем. Ладно. Минутка безумных теорий от Соло. Так, я захватил две фермы. Это значит, я там что-то могу построить на пути к Литейной. Так, и чё? Я не могу построить. А чё мне требуют? А, лазарет сначала нужен. Короче, да. Крюч, тут уж ничего не сделаешь. Да, пройдётся и лазарет. О, ещё я достижение какое-то получил. Отлично. Вот теперь мне снова всего не хватает. Офигеть. Улучшил. Вот я лазарет улучшил. Ещё мне теперь там четверых могу лечить или что? Нет. Четверых я не вижу, чтобы я мог лечить. Но, скорее всего, время вылечивания убыстрилось. Шлем, который я выбил, он лучше всех шлемов, которые у меня есть. Ну да, нифига себе, такой готический, блин, похож на чё-то такое чингисханское. Ну что, теперь этот набегался с этим шлемом. Теперь хоть нормальный шлем заслужил. А маска как выглядит? Просто посмотрим. Да, стрёмно, стрёмно, стрёмно. Но непрактично. Ну вот, вот этот вот чел, у него максимальный размер трофеев уже постоянно пишется. Не знаю, наверное, из-за того, что он 12 уровня. Опа, впервые легендарный тайник с добычей. Нифига. По-моему, это первый раз мне за игру такой выпадает. Ну, с лоховских начнём. Лоховские, лоховские. Так, и... Так. Щит. Ну, чё-то такое. Форма пельтастая. Блин, чё-то вообще такое себе. Ну, ладно. А, ещё динарии, рабы-пайки, что ли, там были? Так, атакуем ещё тут форпосты всякие. И снова, чё-то меня легендарочками задарили. Хопяш. Доспех. Ну, легенда Клипий. Шлем египетского копейщика. Ну, блин, выпадает, вроде, интересно. Ну, может, это под разборку полезно? Мне кажется, вот по минимальной... Если там есть, знаете, такая... Как это... О, тут, наконец-то, легион хоть эту усмирит. Знаете, тоже ведь разброс есть в этих легендарочках. Как бы, насколько он крутой. Насколько у меня чё-то крутое выпадет. И вот у меня уже второй раз подряд по минимальной шкале круто, если чё-то из легендарочек выпадает. Короче, тут какой-то баг, походу, с этими дубильнями, потому что я не могу их захватывать. Я не... Вот уже вторая дубильня, я её не могу захватывать. Я не знаю, что за фигня. Даже нету на ней этой самой кнопки захвата. А, ну вот, за динарии, наконец-то, ещё могу здесь уже лекарства начать фармить. Флейтист. Слыши недовольное ворчание протрианцев, вы решаете остановиться на ночлег на небольшом плато под живописной каменной аркой. Сенерос разводит костёр, пока остальные занимаются своими делами. Из кустов выходит старик и направляется к вашему лагерю. Он приветствует вас с тёплой улыбкой, садится у огня жестом, подзывая к себе протрианцев. Он не говорит на вашем языке и, возможно, вообще не может разговаривать. Из своей суммы он достаёт флейту и начинает наигрывать почти волшебную в своей красоте мелодию. Ваши люди один за другим подходят к костру. Вау, ничуся. Катсцена какая-то. Смотри, загрузка пошла. Впервые такое. Такое не каждый день услышишь. Именно поэтому нельзя терять бдительность. Или всё-таки приятная мелодия. Я даже не знаю. Но приятная мелодия. Всё это очень подозрительно, как по мне. Лучше проявить бдительность и вышвырнуть старика вон из лагеря. Убить старика. Вечно ты во всем видишь плохое, а? Ну что ж, проявим бдительность. Так, не хмурься, Юлия. У нас давным-давно не было возможности передохнуть и насладиться песней и вином. Война никуда не денется. Давай посмотрим. Рискнём. Охеренно. Пипец. Если будет нужно, будем сражаться до конца и сюда. Понятно. Это ловушка к оружию. В третьем удар. Охереть. Я ведь говорила. Разве тебя не предупреждала? Молодец, молодец. Я просто рисковый, чувак. Охренеть. Но это у меня основной состав. Я их сейчас тут уничтожу просто. Но он, конечно, дебаф на меня будь здоров наложил. Блин. Ядом всех траванул. Падла такая. А почему 18 разбойников? А где ещё? Офигеть. 18. Вот это да. Я даже его подходить к нему не буду. Просто его заметаю вот этим вот. Вдохнет. Вот сюда я кину для этих за медло. Синерусу всё-таки придётся логистику использовать. Ну-ка я могу этих? О, да, могу. А чё такое? Недостаточно очковать. Держи, нифига. Пока сдохни, черная сила. Минус лучник. Падлы, ты посмотри, что они делают. Они ещё пиломы берут тут. Чтобы в меня вметать. Эээ. Смотри, берут пиломы. Посмотрим, как лучница отработает. У меня же теперь ещё и лук, который игнорит щиты. Охереть, да. Они теперь метают тоже. Они ещё к кафтрутере подбежали. Ещё они меня поджечь хотят. Я угадал? А, и ещё и сзади. Сюда, римляне, сразитесь с настоящими воинами. Ну, конечно. Да, они меня иначе тут просто сожгут. Короче, мне придётся их атаковать даже, этих придурков. Блин, ещё семерых убить. Охранять, сколько я уже, по-моему, убивал. И всё, надо убивать и убивать. Сука, я так и знал, что они сейчас Синереса выведут из строя, падла. У меня, кстати, такой очень имбой. Ну, чё? Почти последний. Всё. А, он сам сдох от статусов. Ох, опять до хрена этих потратил. Плюёт на труп. Погодите, что это? Легата, у этого человека татуировка, сделанная римскими цифрами. Это 17, что ли? Да, 17. Так, обыскать их, выследить их. Единственный способ выяснить, выследить их. Не дадим им возможности перегруппироваться. Мы легко сможем их найти. Один из них сбежал и оставил шлем. Римский шлем. Но зачем римлянам так себя порочить? Я собираюсь это выяснить. Нужно найти секс-то. Быть может, он всё объяснит. Уходим. Хорошая мысль. Наверняка этот шлем попадал в его кузницу. Вот так вот, внезапно. И причём это основной квест, ничего себе. Какой-нибудь 17-й легион. Чертёж ядовитый, дымовая шашка. Хоппиш. Снаряжение Центшотель. Вражеские передвижения. После долгого пути по пыльным пустынам тропов вы наконец-то видите на горизонте поселения. Настроение ваших протрианцев моментально улучшается, и вы устремляетесь туда, где появится шанс отдохнуть и пополнить припасы. Въезжая в поселение, вы моментально замечаете неприветливую атмосферу, но также понимаете, что, как ни удивительно, злость местных жителей направлена не на вас. Спешившись и немного пообщавшись, вы узнаёте причину всеобщего недовольства. Запасы зерна в поселении истощились, но местные не признаются. Почему? Предложить каждому из двух местных жителей, с которыми вы общаетесь, по суточному пайку в обмен на информацию. Вы достаете несколько пайков и заманчиво потрясаете едой перед изголодавшимися людьми. Быстро посовещавшись, они принимают ваши условия и признаются, что недавно здесь прошло войско египтян, конечной целью которого является плата. Исходя из слов местных, вы прикидываете, что вражеское вражеское... А, ну это понятно. Братарианца посылаю. О, еще один сектор, тоже могу с помощью легиона захватить, отлично. Оазис БМДЖ. Ну что-то я не вижу в лазарете, а, ну типа второго уровня, но все равно по факту я что-то не вижу каких-то разницы. А, примечательный римский шлем, кстати, новая какая-то, да, он мне даже так достался. В конце вашего хода вы получаете концентрацию, равную плене оставшихся очков движения, офигеть. Несмотря на то, что, судя по всему, вы попали в засаду берберских воинов, один из них уронил этот явно римский шлем, прежде чем пуститься в бегство. Ну что они просто убили? Римляны взяли их, это... Так, подразобрал снаряги, а то у меня опять тритонно скопилось уже. Ну, а что нам скажет Секст про этот таинственный 17-й легион, или я не знаю, что там, вы узнаете уже в следующей части прохождения. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь, если не подписаны, и благодарю за внимание.